На площадке 21 участник. Кто-то с опытом вождения, а кто-то только начинает свой водительский стаж. Елена Сидорова – единственная леди среди мужчин, за рулем меньше года. Хрупкая юная девушка на вопрос, почему она выбрала профессию водитель и не страшно ли ей в такси, отвечает уверенно. Многие мне задают этот вопрос, и в основном одни мужчины, пассажиры, мне задают этот вопрос, почему именно такси, не опасно ли вам ездить в такси, особенно ночью. Я говорю, нет, не опасно, это работа в первую очередь. Во-вторых, я никогда не играла в куколки в детстве. Я всегда люблю машину, я ковырялась в машинах, я знаю. И профессия у меня техник-технолог, поэтому мне нравится руль. И в будущем я думаю даже сдавать, поднимать категорию на категорию Д и выше с прицепом уже садиться на КАМАЗ. Участники уже успели сдать тесты по узнаниям закона о такси, правил дорожного движения и даже рассказали о достопримечательностях республики. Это тоже одно из требований конкурсантам. Приезжают к вам туристы, и первый, кто их встречает, это водитель такси. И от того, как пройдет поездка, складывается имидж, и должен, нам кажется, водитель такси обладать качеством экскурсовода, чтобы рассказать приезжим, показать, куда сходить, где провести время. Практическая часть конкурса – маршрут с препятствиями. В этом году основное внимание уделено детской безопасности. Водитель должен умело установить автокресло, преодолеть дистанцию, плавно, не спеша, а аккуратность маневра. Жюри оценивает по стакану воды. Его оставят на крышу машины перед выездом участника. Водитель должен доехать до финиша, не разлив воду и не нарушив правила движения. Я, конечно, водитель со стажем и за рулем стараюсь правила не нарушать. Но, послушав сегодня инструктаж, я поймала себя на мысли, что все же некоторые правила дорожного движения дома мне стоит полистать еще раз. Первые три победителя получат премию. Разделят между собой призовой фонд 30 тысяч рублей. А набравший наибольшее количество баллов представит республику в финале конкурса. Он состоится летом этого года. Татьяна Супряткина, Павел Лилиан Мин, Телеканал Юрган.